Курортный сезон открыт, а пляжи, предназначенные для людей с ограниченными возможностями, к сезону не готовы. На одном из таких пляжей, на 11-й станции Большого фонтана, побывала наша съемочная группа. Идея создания пляжа для инвалидов и обустройство такого было осуществлено еще в каденцию Эдуарда Гурвица. Тогда пляж был оборудован по всем нормам. Были сделаны топчаные лежаки, построен пандус, установлены раздевалки и душевые. Сконструирован фонтан с питьевой водой, а на пляже регулярно дежурили медсестры и спасатели. Но с годами все практически пришло в негодность. И вот открывшийся в этом сезоне пляж для инвалидов вызывает негодование у одесситов. Такого ужасного пляжа, как в этом году, никогда еще не было за 15 лет. Я не знаю, куда обращаться и как мы будем добиваться этого. Некому обращаться. Подожди, ну как некому обращаться? Ну ведь же они отчитались, они даже по телевизору отчитались, а все пляжи готовы. Должны обеспечить нам хотя бы вот то, чтобы не занимали эти кушетки пляжные, потому что борьба за них идет каждый раз. Это каждый раз, из года в год. В общем, власти ничего не подготовили. Ничего, это только все. Слова. Чтобы отчитаться, поставить галочку, отмыть деньги. Все. Это мнение всех пенсионеров, вот здесь сидящих. Отчитаться городские власти отчитались. А вот как готовы пляжи, мы видим собственными глазами. Ни одной раздевалки на пляже нету. Фонтан с питьевой водой по-прежнему замурован. Не говоря уже о душевых, которые были снесены еще в конце прошлого сезона. Дополнительные шезлонги и зонты в этом году по непонятным причинам также не предусмотрены. У меня, например, дочь-колясочница. Я могу привезти ее только в инвалидной коляске. И не могу привезти, потому что здесь я провести эту коляску не в состоянии физически. Я ее не вытащу. Ни сюда, ни туда, никуда. Потом опять же, нет, раньше ставили у нас зонтики топчаны. Этого нет. Мне, например, лично этот зонтик и топчан нужен очень потому, что я колясочницу не положу сюда, она у меня на такой топчан не ляжет. Мне нужен зонтик. Хорошо, у меня свой. Сегодня я не взяла, понадеялся на то, что это будет так, как было прежде. Так, как прежде нет. Также непонятно, почему городская власть не обеспечила пляж урнами. Ведь подниматься по лестнице вверх, чтобы выкинуть мусор, представляет для многих определенные трудности. Вообще, мусорные баки должны быть здесь. Мы должны подниматься наверх. Просто какой-то вот аккуратный. Вот это я должна сказать, иди туда наверх. Косточку. Здесь стоял, хорошо, мусорный бак. Ну, поставьте. Ну, ладно, там не надо. Не надо именно только для инвалидов. Вообще на пляже нет мусорных бак. Куда? Раздевалку у нас была. Убрали раздевалку. В прошлом году был огромный большой зонт у нас. Люди могли под... Опять нету. То, что творится сейчас на пляже, лишний раз показывает отношение нынешней городской власти к одесситам. Особенно к тем людям, которые нуждаются в особом внимании и опеке. Вместо песка по всему пляжу рассыпаны ракушки, которыми можно поранить ноги. Здесь очень удобно, что можно подъехать машиной. Вот. Есть пандусы. Ну, я, честно говоря, не знаю, сколько лет он существует, этот пляж. Но с каждым годом состояние его ухудшается, будем так говорить. Вот в этом году мы приехали первый раз, несколько дней назад. Это, конечно, ужасно. Весь пляж, песка практически нет. Одна ракушка. Здесь находятся мамы с детьми, инвалидами, которые ползают. Здесь есть инвалиды, которые не только колясочники, инвалиды, которые передвигаются плохо на своих ногах. Ранят ноги, режут. Мы вот побыли немножечко, травмировали ноги. Ситуация ухудшилась в этом году. Как бы пляж в целом неплохой, как идея. Но мне дело в том, что не нравится еще ракушка. Это, конечно, тоже плохо. Мне еще не нравится пандус, который там спускается к морю. Он сильно длинный, мне немножко неудобный. Проезд к пляжу сильно затруднен из-за шлагбаумов, которые здесь установлены, и строительных работ, которые по непонятным причинам ведутся в начале курортного сезона. Объехать все препятствия на инвалидной коляске не представляется возможным. Что начали берег делать только сейчас? Вдоль берега у нас вообще дорога закрыта. Зато отчитали. То есть мы это... Ну, это уже городской якобы пляж, он даже и болидом имеет отношение. Хотя мы в силу активности, мы любим проехать вдоль побережья. Это сейчас просто невозможно. Закрытое. Мы по трассе здоровьем. До конца сезона будет там закрыто. Это просто позор для Одессы. Люди с колясками, с детскими, вот несут ребенка, детскую коляску, чтобы добраться до какого-то хоть песка. Позор. Полный провал городских властей. Город не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. А прибрежная зона и подавно. И пляж, который когда-то был создан специально для инвалидов, сберечь не могли. Точнее сделали все, чтобы его уничтожить. Денис Шацила, Юрий Рух, телеканал Круг.